Девушки отдыхают огромные деньги, чтобы уменьшить свой сосуд, свою вместительность. Хочу тебе сказать что-то очень важное. Можешь потерять часть своего тела. Можешь даже себе привить какой-то орган, но это не изменит твою душу. И все по-прежнему ты будешь собой. Потому что твоя душа является тем, что тебя определяет. Давайте послушаем, что говорит апостол Павел во 2 Коринфянам 5 стих. Но сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. И так мы всегда благодушствуем. И как знаем, что в огоряе сфере мы устранены от Господа, ибо выходим верою, а не видением. Когда ты посвятишь какое-то время, чтобы наполнить свою душу, тогда ты инвестируешь в то, что касается вечности. Это очень хорошо проведенное время. Это именно тот повод, для которого я должен инвестировать в душу. И так, в Польше я заметил такую очень большую моду. Видя, как родители очень инвестируют в развитие своих детей, в различные интересы. В этот момент очень сильно инвестируют свои детей в разные направления и интересы. В этот момент очень меня это очень радует. С одной стороны. Но с другой стороны это просто удивляет меня. Если это происходит благодаря тому, что ты платишь душой. Потому что придет такой момент, когда этот ребенок отойдет в вечность. И шахматы с собой не заберешь. Коня с собой не заберешь. Кообилюбек с собой не заберешь. Басейн не заберешь. Это все хорошие вещи и нужно им заниматься. Но никогда не должно это происходить тем, что ты платишь за счет инвестирования в душу. Скажу такое утверждение. Не нужно быть великим пророком. Чтобы утверждать, что некоторые здесь присутствуют в сале не имеют ежедневных отношений с Богом для того, чтобы заправиться. Все мы хотим это делать. И все чувствуют вину из-за того, что они не делают это. И все чувствуют вину из-за того, что они делают это. Эта вина происходит из-за того, что мы сравниваем себя с другими. Есть у нас такая тенденция. Чтобы сравнивать себя и свое положение. До того, что мы слышали о других христианах. И поэтому мы слышали о других христианах. И сразу же говорили себе, что я хочу больше читать Библию. Хочу больше читать Библию. Хочу больше так молиться. Хочу больше иметь добрый час с Богом. Хотел бы так иметь хорошее время с Богом. Хочу тебе сказать, что вина происходит от сравнения. И сейчас послушайте это уважно. Это будет очень полезно. Поравниваешь то, что ты знаешь о себе с тем, что ты на самом деле, так честно говоря, не знаешь о других. Поравниваешь то, что ты знаешь о себе с тем, что ты на самом деле так не знаешь о других людях. Когда был в семинарии или в школе, которая формировала нас или готовила к служению, услышал знанный цитат Мартина Лютера. Услышал такую известную цитату Мартина Лютера. Подобно Мартин Лютер сказал так. Прежде мной очень занятый день. Мужем więc встать о 4 рано и 3 годы спать на молитве, за ним день się начнет. И так, посему я должен встать 4 часа утра и провести 3 время в молитве, прежде чем этот день начнется. Когда услышал эту цитату, с того времени я начал жить в чувстве вины. И сегодня хочу себе и вам сказать. Перестань ты сравнивать. Перестань ты переживать эту вину. Вы знаете, что Библия нас захэка, чтобы мы поровнували свои поступки со собой самым, а не с другими? Ты не Мартин Лютер. Ты не Кристоф Зарэмба. Ты – это ты. Будь собой и убежь в своей вере. И учься, как можешь затанковать, когда едешь на опарах. Будь собой в своей вере. Учись тому, как ты должен заправиться, когда ты летишь на последних порах. И хочу вам сегодня всем и себе собственно тоже кинуть такой призыв. Хотел бы, чтобы мы сделали что-то совершенно другого. Кто-то сказал, что 82% христиан не имеют такого времени, чтобы затанковать Божую obecность в своей жизни. Кто-то сказал, что большинство христиан, 82% христиан не имеют такого времени, чтобы провести время для заправки. То если ты нальежишь к этим 80%, которые не имеют времени, то хотел бы я, чтобы ты что-то изменил в своей системе. Чтобы ты сделал что-то совершенно по-другому, чем то, что ты делал до этого момента. Пусть вы знаете, наверное, знаете, какое есть определение сумасшедствия. Делать постоянно одно и то же и думать, что каждый раз будут другие эффекты. Результат будет другой. Многие из нас хотят провести время с Богом, но постоянно действуют и делают одно и то же и это по-прежнему. И не приводит никаким эффектам. Итак, хочу предложить вам инструмент, который не приведет вас к чувству вины. И думаю, что каждый из нас может это сделать. Может от этого начать. Может с этого начать. И начать уже сегодня. Это будет шесть коротких слов. Это будет шесть коротких слов. А собственно говоря, шесть коротких фраз. Первая вещь, которую ты нуждаешься в том, чтобы сделать. Мувили мы о том вчера. Ты нуждаешься в том, чтобы ежедневно останавливаться. Престаньте и познайте, что я jestem Богом. Пробовал кто-то из вас затанковать самоху подчас езды? Я видел такой фильм в интернете. Но в жизни так не работает. Если ты хочешь затанковать самоху, ты должен что сделать? Затримать. Затриматься. То есть ты должен что-то затримать. Ты должен ежедневно останавливаться. Ключом для того, чтобы ты мог накармить, затанковать свою душу, то есть затримание себя. Ключом к тому, чтобы ежедневно заправлять свою душу, является вот эта остановка. Ты не можешь затанковать в часе езды. Не можешь затанковать, когда ты будешь в ciąглом рухе. Не можешь ты заправиться, когда ты по-прежнему движешься. А заняти люди имеют проблемы с затриманием себя. А занятие люди имеют проблемы с тем, чтобы останавливаться. Когда я говорю тебе, чтобы ты остановился, то тебе нужно говорить, ну, мы говорим о том, чтобы ты остановил свое тело. Чтобы ты затримал свой умысл от выполнения обязанностей. Чтобы ты задержал свой разум от исполнения своих обязанностей. Затримай все. А сейчас вторая вещь, которую ты должен сделать. Первая – затримайся. Вторая – будь тихо. Библия говорит, что хорошо ждать в тишине на освобождение от Господа. Послушайте это. В процессе танкования, в процессе заправки, спокой и тишина для души является тем самым, что воздух и вода для тела. Слышите? Тишина является важным элементом в процессе духовного роста. Живем в мире, когда некоторые из нас не умеют найти себя в тишине, потому что мы зависит от пребывания в хаусе. Живем мы в таком мире, когда некоторые из нас, мы не в состоянии вообще находиться в тишине, поскольку вокруг нас один гвалт какой-то, да? Живем мы зависимы от этого гвалта, крика, но мы нуждаемся в том, чтобы находиться в тишине. В общем, поэтому мы хотим, чтобы мы понимали, что если будем тихо, Бог будет до нас премавил. Собственно говоря, поэтому нам важно понимать, что если мы будем в тишине, то Бог будет поговорить к нам. А некоторое время назад пастор Роберт написал книжку под названием... Фрэнк Вальси, частотливость. Яс, так, по-русски как бы это было? То есть как... Частота. То есть как в радио шуканье. А, чистота. А чистоты как радио, а вы говорите нет. Радио чистоты, да, чистота, понимаете, да? То волны, волна, вот. И, знаете, как я уродил в Польшу, как бувел малым шучу... Когда я родился в Польше, был ещё маленьким пyleм. Мой дядец говорит мне, что живем в стране, которое есть в неволе. Мой дедушка сказал, что мы такая страна, которая живет в неволе. Под оккупацией. Под оккупацией. Советской. Але сказал мне, что есть такое радио, «Волна Европа». Но сказал, что есть такое радио, «Свободная Европа». Слышали о таких радио? Слышали такое, да. И что там можно услышать голос свободы. И я приходил домой, когда никто не было никого. Все делал тихо. И крючил потенциометром, чтобы сделать частот, на которой услышал голос свободы. И они глушили это разными какими-то барабанами, какими-то... Тысячи разных шумов. Аж в решете? Тихий голос. Глос свободы. Бог хочет, чтобы мы остановились. Бог хочет, чтобы мы привели себя в тишину. Бог хочет, чтобы мы настраивали частот. Потому что Он хочет к нам говорить. Он нас любит и хочет с нами общаться. Это общение двустороннее. Не только мы говорим к Богу, но и Бог говорит к нам. Вкладывает определенные мысли в наши сердца. Которые мы абсолютно не слышим, когда мы находимся в шуме. Приклад из Старого Тестаменту. Первая Ксинга Крюлевская, 19-й раздел. Первая из Ветхого Завета, Третья Царство, 19-я глава. Люблю Илью, потому что он немножко самого себя напоминает. Точит огромную битву. Выгрывает ее. Они, вот там такая битва, они уже выигрывают ее. Он уничтожил всех лжепророков. Они пытались доказать, что их лжепророки, что боги, они настоящие боги. А он утвердил, что единый бог есть правдивый. А он говорит, что только один бог, истинный бог. Знаете, там была такая очень сильная духовная брань. И Илья выиграл. Помните, что случилось после этой битвы? В польском языке мы говорим, что Илья сдулся. Он перепугался и решил, что надо убегать, где-то прятаться. Боже, я был в таком важном моменте. Так, где ты сейчас? Боже, я был в таком важном моменте. Ты был в важном моменте таком. А где ты сейчас? Я не слышал, как тебя когда-то слышал. Боже, я не слышал тебя, как когда-то я тебя слышал. Мелище такое переживание? Было у вас такое переживание? То послушаем их истории, Ильяша. Итак, послушаем эту историю. Виение тихого ветра. Тихий, спокойный ветер. Это был Бог. Другой перевод, который я так очень люблю, говорит тихий, вежливый голос. Очень люблю этот образ Бога, который говорит тихим голосом, чтобы что-то прошептать в нашу жизнь. И периодически я задумываюсь о том, сколько раз я не услышал Божий голос из-за того, что я пребываю в таком шуме. Хочу перед вами и перед собой поставить трудный вызов. Прочитал невероятную цитату, который говорит о молчании. Послушайте его. Заним мы можем действительно услышать Слово Божие, заадресованное до наших сердцем. Незбедный есть дух и практикование тихи. Тихия не является отрюцением другой личности. Но скорее напоминанием важности того, что для сердца тихия является очищением ежедневного замусоренного шума жизни. Только тот, кто научился пребывать в тишине. Кто научился выйти по за хаус внутренний и внутренний. Или, иными словами, за шум самого себя. Послушайте сейчас это. Только такой человек будет в состоянии услышать крик других и голос самого Бога. Только такой человек будет в состоянии услышать крик других и голос самого Бога. Понравилось мне это. Итак, если ты хочешь заправиться, ты должен сделать три вещи. Затримать себя. Вычислить себя. Прийти в тишину. Утихнуть. И сейчас третья вещь. Навязать общность. Затримать связь. Затримаешься, вычисляешь и навязываешь общность с Богом. Останавливаешься, утекаешь и навязываешь связь с Богом. В общность. Связь. То, о чем я прошу вас, чтобы вы на какое-то определенное время, на короткое время разорвали всякую связь в пользу одного этого соединения. То есть это соединение, оно необходимо для того, чтобы наша душа была заправлена. Если навяжешь то получение, то твоё życie радикально się изменит. Если ты настроишь эту связь, твоя жизнь, она радикально будет измененной. То есть тот момент, когда крэчишь потенциометром своего życia, чтобы услышать его голос. Это тот момент, когда ты крутишь настройкой своей жизни для того, чтобы услышать его голос. Когда ты приходишь в то место, где нет никаких лишних шумов. Шумов, шума, ни как внутреннего шума, так и внешнего. А только его голос. А тогда твоё życie станет уникальной. И тогда твоя жизнь станет уникальной. Это будет жизнь о szczególном роде. Это будет жизнь особенного сорта. Это будет жизнь о высшем значении. Это будет жизнь с высоким предназначением. Это будет более глубокая жизнь. Потому что твоя душа будет выкармена. Поскольку твоя душа будет упитана. И эта связь может быть установлена самыми разными методами. И за chwilę, уже на закончение, постарам себя это спрецизовать. И уже в конце, вот практически на конец, я постараюсь подвести это все в един. Три первых слова. Затrzyмайся. Остановись. Вычишь. Утихни. Навяжь контакт. Наладь связь. А теперь еще три следующих слова. Кьеды. Когда. Где. Где. Як. И как. Слушайте, простое научение. Слушайте, простое учение. Затrzyмайся. Остановись. Вычишь. Утихни. Навяжь в общность. Навяжь. Сделай связь. Кьеды. Когда. Где. Где. Что. Что. Потому что, когда ты налаживаешь связь. То этот контакт, он поднимает три вопроса. Кьеды. Где. И что. Когда. Где. И как. И что. Если мы хотим налаживать связь с Богом, мы должны это делать в течение всего дня. Мы должны заять się ответом на вопрос, когда. Когда. Когда я должен утихнуть, наладить контакт. Когда я должен это сделать. И я надеюсь, что я утиху вас таким утверждением. Когда. Когда. Это не имеет значения, когда. Нет значения, когда. Это может быть рано. Может быть утром. Это может быть в поутне. Может быть в обед. Это может быть тогда, когда дети спят. Это сфера, в которой многие из нас имеют почувствие вины. Это не херезь, то, что я вам сейчас скажу. Правда есть такая, что Иисус молился в ночи. Правда есть то, что Иисус молился в ночи. Правда, что Он молился ночью. И стоит молиться и ночью, и стоит молиться в ночи. Самое важное, чтобы ты выбрал наилучшее время, когда ничего не мешает тебе в твоем разговоре с Богом. Для меня самый лучший момент, когда я просыпаюсь среди ночи, все спят. Я лежу себя в кровати и тогда общаюсь с Богом. Есть у меня знакомые, которые используют перерыв на обед, чтобы это сделать. И есть у меня знакомые, которые делают это вечером, когда уже все спят. Я сторонник такого правила. Сделай это тогда, когда для тебя это будет самым лучшим. И так, ты должен иметь свое когда. И когда уже имеешь свое когда, Учень это своим навыком. Другое вопрос, это где. Я должен иметь свое место. Это должно быть место, где будет тихо. И так, когда и где. А сейчас что. Ты должен знать, что. Ты должен знать, что ты там будешь делать. Заметьте, что я ничего не сказал относительно того, насколько долгим это время должно быть. Сколько это длится. Если ты принадлежишь к тем 80% тех людей, которые вообще этого не делают. Начни с двух минут. Это уже лучше, чем ничего. А как начнешь это делать регулярно, в мере едения взрослёт аппетит. А вы знаете, что когда вы начинаете это делать регулярно во время еды, поднимается и аппетит. Да, аппетит приходит во время еды. Когда начнешь кармить свою душу, jej аппетит будет взросл. Час будет się выдłuжать. Когда ты начнешь кармить свою душу, ее аппетит будет расти. Поэтому время будет более удлиняться. А ответом на что является молитва и читание слова. Иногда моя душа нуждается только в минуте такого утихомиривания и такого расслабления. И периодически она нуждается в мотивации, тогда я обращаюсь к Божьему Слову. Иногда она нуждается в комментариях, в каком-то понимании, поэтому обращаю свое внимание к комментариям или к другим каким-то проповедям. Хочу только сказать, что во время что ты можешь делать разнообразные вещи. И уже приземляемся. В процессе танкования просиłem вас о трех вещах. Затримайся. Вычишься. Утихни. Навяжь лочность. И наладь связь. Чи видишь себя робиоцего то? Видишь ли ты себя делающего это? Чи есть это возможно в твоей жизни? Чи есть это практично? Это практично. Чи можешь в такой способ быть наполнен? Можешь ли ты через это быть наполненным? Чи можешь себе выобразить, что твоя душа есть выполнена на максимум? Как бы могло выглядеть твоя жизнь? Твой темп был бы другой. Твои приоритеты будут другие. Способ, в который трактуешь людей, будет другим. А метод, как ты относишься к людям, каковы они для тебя будут другими. Способ, в который смотришь на самого себя, будет другим. То, как ты смотришь на самого себя, оно будет по-другому. Не будешь уже дальше лететь на остатках, на последних парах. Твоим мечтой будет то, что сказал апостол Павел, обращаясь к церкви. Хочу, чтобы вы были полностью наполнены силой, которая исходит от Бога. И вижу, что это может быть чем-то для тебя. Это очень простое, практическое учение. Можем большую мечту от Бога. Бог приходит сегодня и вызывает к тебе по имени. И говорит, что я хочу, чтобы ты была полная мной. Хочу, чтобы ты был полен мной. Хочу, чтобы ты был наполнен мной. Затримайся, ведь. Вычишься. Утихни. Настрой связи. Когда? Когда? Когда для тебя это лучше всего? Где? Там, где больше всего у тебя будет покоя. Молитва, слово, может какой-то комментарий. Может прослушивание какой-то песни. Можливости у тебя много. А тогда исполнится это Божья мечта. Полнота Божьей жизни в тебе. Много лет назад, в начале моей христианской дороги, имел такое переживание, которое я называю сообществом ропата. Знаете такое, сообщество робота, такие вот, которые ни к чему как бы не приводят, знаете. Вышел со своего родного дома и пошел на прогулку в лес. Был я сам и никто мне не мешал. Было очень сильно так вот, ну как бы в уныне, в таком удручене. И в этой тишине природы начал делать что-то, что было вопреки мне самому. Прослабь душу моего Господа и не забывай всех благодеяний Его. И начал припоминать себе те вещи, которые Бог сделал для меня и начал прославлять Его за это. И настраивал связь. И так масштабляем себе, спеваясь, разговариваю с Богом. И так вот иду себе, пою, разговариваю с Богом. И начал возвращаться обратно в свое село. И в мою сторону идет мой коллега. И на встречу мне идет мой знакомый. И он говорит, что ты такой счастливый? Потому что я настроил связь с Богом. Потому что Бог пришел ко мне. Потому что я остановился. Учислился. Утих. И настроил себя. Когда? Когда? В поранку дня днём. Каждый утренний день. Где? Где? В дороге через лес. По дороге через лес. Что? Увелбление. Воклонение. Напоминание о Божем Слове. И благодарение. И Бог пришел. И придет каждому из нас. Трагедия наша состоит в том, что мы имеем огромное знание. Горее есть застосованием этого. А моя молитва очень простая. Застосуй затримание себя. Примени остановку. Застосуй вычисление. Используй утешение. Ну то есть или тишину. Застосуй настроение. Используй вот это вот навязывание связи. Где? Где? Где тебе удобно. Когда? Когда? Когда для тебя это самым лучшим будет? И что? И что? То, в чем нуждаешься. Молитва и Слово. Молитва и Слово. Увелбление и днём. Поклонение и благодарение. Он прийде. А он придет. А ты будешь наполнен полностью его полнотой. И когда ты будешь возвращаться с такого места. И когда ты будешь возвращаться с такого места. И кто-то спросит, что ты такой счастливый. Скажешь ему. Что радостью Бог является в тебе. Что радостью Бог является в тебе. Надежда славы. Надежда славы. Давайте склоним наши головы для молитвы. Не будем сегодня делать сегодня. Призывы вперед. Чтобы молиться. Но я хочу помолиться о тех из вас. Кто скажет. Приньмаю решение. Что буду останавливаться. Что буду останавливаться. Что буду останавливаться. Буду тихо. И буду настраиваться на Божий голос. Сделаю это каждый день в свободное время. Сделаю это в месте наибольшего покоя. Склоняясь над Божьим Словом и молитвой. Хочу молиться о тех из вас, которые принимают это решение. Поднимите руку тех, кто хочет, чтобы за них помолили. Что вы хотите это сделать. Господи, сегодня мы хотим молиться о тех людях, которые хотят быть наполнены твоей полнотой. Просим о том, чтобы ты дал силы для выполнения этого простого решения. Поскольку ты показываешь, что это не такие уж и тяжелые вещи. Что это простые вопросы. И просим тебя, Боже, помоги нам эти простые вещи привести в нашу жизнь. Да поможет нам твой Дух Святой в этом. Об этом тебя просим. В имя Иисуса. В имя Иисуса. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok